Прозвучит свисток Владислава Безбородова. Вот он звучит. Вновь Паршевлюк. Вновь на фланге. Хубулов. Рикошет. Кацаев. И 1-0. Мог бы стать счет, но фиксирует Лайнсман положение вне игры. Давайте смотреть. Смещается в центр. Заброс в направлении Форбса. Кацаев разворачивается еще раз. Просит передачу Хубулов. Набегает Сергей Паршевлюк. Удар. В подкате прерывает передачу. И вновь опасных угулов. Удар. Крик Бутковский. Паршевлюк. И вот здесь, по-моему, все-таки Александр Мелехов спасает свою команду. Но вновь фиксируется положение вне игры. Вновь Гулиев. Смещается в центр. Здорово ушел от соперника. Еще раз. Еще раз. Удар. И Александр Мелехов вновь спасает свою команду. Теперь Сергей Паршевлюк. Заброс. Штрафнул в направлении Бутковского. Принимает мяч Филипп. Нарсен Хубулов. Прострел. Но еще прострел. В этот раз выступает Сергей Паршевлюка. И Аязгулиев будет бить. Удар. Выше ворот бьет 77-й номер Анжи. Хубулов. Бутковский. Хубулов. Хорошо. На свободное место разгоняется. Бежит. Просит передачу его партнер. Хубулов падает. И что? И ничего в этом эпизоде считает Владислав Безбородов. Действительно досталось здесь от Дмитрия Осипова Арсена Хубулову. Хорошая у нас в эти первые неполные 21 минуту подача в штрафную. И не доходит передача до Адланы Кацаева. Здорово. В этом эпизоде действует Никита Гвинейский. Передача Сергей. Пас в штрафную. Хубулов. Идет к лицевой линии. Подача. Не удается никому из мишкалинцев зацепиться. И вот Мусалов бьет. Точнёхонько в Александра Мелехова. Вновь опасный уже подход. Подача. Высокая подача. Филипп Бутковский сбрасывает мяч. Удар. Арсена Хубуловой и Александр Мелехов. Передача назад. Вновь Голшев. Подача. Удар головой. 1-0. Вот так вот неожиданно Александр Соболев открывает счёт. Казалось бы, что махачкалинцы всё ближе и ближе к голу нагнетают. И попробуют пробить. Удар. Гулиева попадает мяч в кого-то из своих партнёров. И не только. И Владислав Безбородов назначает 11-ти метровый удар. Всё-таки вот этот вот повтор. Разбег Гулиева. Удар. Вот здесь вот. Вот в этом эпизоде. Свисток. Разбег Гулиева. Удар. И 1-1 на 29-й минуте. И бежит Арсен Хубулов с мячом к центру поля. Чуперка. Входит в штрафную Чуперка. Прострел. Удар. И Александр Соболев. В штрафную площадь передачи. Там Адлан Коцаев цепляется. Здорово. И что в итоге? 2-1. Счёт не становится. Потому что вновь фиксируется положение вне игры. Причём огромным трудом удается спастись в этом эпизоде к мячам. Лежит футболист Томской команды на газоне. Лежит футболист Анжи. Давайте смотреть. Вот здесь Адлан Коцаев делает передачу вперёд. Передача вперёд на Адлана Коцаева. Пятка играет на своего партнёра Хубулов. Прострел. И как в этом эпизоде Тома Фибель не отправляет мяч в ворота? По-моему, не понимает он сам. Видите, падает он лицом на газон. И не может поверить, как получает передачу 77-й номер. Дальше на Магомеда Мусалова. И второй 11-метровый в этом матче назначен в ворота Александра Мелехова. Махнул в этом эпизоде Антон Митерев милый мяча. Разбег. Удар. И разводит по разным углам Арсен Хубулов мяч. И Александра Мелехова 2-1. Счёт становится у нас на 51-й минуте. Входит в штрафную. Разворачивает. Удар. Бьёт в ближний угол в ворот Александра Мелехова. И спасает свои ворота голкипер Томской команды. Здорово разворачивается. И хорошая передача на Попова Сергей Паршевлюк. Немножечко потерял равновесие. Удар. И не попадает, казалось бы, уже в пустой угол ворот Давида Юрченко. Всё тот же Чуперки. Яцгуриев. Заброс в штрафную площадь. Не доходит мяч сразу до Александра Прудникова. И не доходит потом. Удар. И спасает ворот Александр Мелехов. Тома Фибель. Который пришёл на стандартное положение. С линии штрафной. Голышев. И заброс вперёд в направлении Соболева. Против того Тома Фибель. Но на подборе удар. И что творит в этом эпизоде? По-моему, это Никита Гвинейский. Вот так вот Александр Соболев, казалось бы, проиграл верховую борьбу Тома Фибелю. Но Никита Гвинейский каким-то сумасшедшим ударом поражает угол ворот Давида Юрченко. Да, принимает дома «Зенит». Потом у них будет матч с «Спартаком» на открытии арены. Подача. Атлан Кацайев. И спасает свою команду, казалось бы, уже в безнадёжной ситуации Александр Мелехов. Но и Саид из «Эталахи», которому отскакивает мяч, не понимает, как же так. Давайте смотреть повтор, как этот мяч перелетел всех. Этот мяч Сергей Подшилюк и подает штрафную. Арсен Хубулов, удар! Тома Фибель, еще удар! Футболистов не томи, потому что как там мяч не попал в ворота, непонятно. Саид из «Эталахи», удар! И Мелехов брал вновь! Нет, в нижний угол сегодня Александра Мелехова такое ощущение, что не пробить. Все те великолепные сейвы, которые делал Александр Мелехов, они были именно в нижний угол. И не выбивают футболисты томской команды. Пытаются сохранить и свою контратаку. И вот он, шанс, несется вперед на мячи. Удар! И что происходит? Это просто какая-то фантастика. Прыгает от счастья, радуется. Даниил Большунов, по-моему, это вышедший на замену. Падают в отчаянии. Футболиста Анжи Арсен Хугунов на газоне. А я с Гулиев. И, наверное, последний стандарт у ворот. Анжи подача. Выигрывает пять жиров, но выигрывает его и футболист Томи. Саид из «Эталахи» падает. И третий пенальти. И все футболисты Томи бросаются. Это тот самый Даниил Большунов. И давайте смотреть. Ну, в этом эпизоде, вот сейчас, мне кажется, что нарушение правил скорее было. Давайте еще раз смотреть. Ну, действительно, не видит футболиста. Не видит Саида из «Эталахи». Может стать героем. Удар! И 3-3 на 97-й минуте встречи. Махачкалинцы все-таки вырывают ничью. Ну, и помощник Александр Григоряный сейчас крещит своим футболистам, что быстрее бегите назад. А потому что эта ничья, как мы говорили недавно, по сути не дает никому и ничего. Звучит финальный свисток Владислава Безбородова.